Взять. И чего вы ради оттуда можете не назвать? Абортик? Ну, как вы видите? Ну, то, что я видел, значит, приятно крупным, и не очень крупным университетом России, очень всерьез занимается внедрением судьбного программного обеспечения. Ну, вот тут на слайде перечислено, наверное, все видны, я не буду, наверное, тратить время... Давайте так и так, чтобы я был ввес, я был ввес. Какой интересный университет. Значит, интересно будет состоять в следующем, что в части университетов нет деления вообще, говоря, на программной обеспечения. Есть такой замечательный университет, так там вообще нет ограничений, в каком, на каком, на каком, в каком программном обеспечении студент приносит результаты. Вот. Далее. Есть очень интересный опыт Санкт-Петербургского торгово-экономического института внедрения свободного программы обеспечения Санкт-Петербургского государственного педагогического университета. И одного из средних, ну не средних учебных заведений, о котором я в Нижнем Горном Новгоре, о котором я хотел рассказать, то есть видел я это, так сказать, со стороны, но мне показался опыт очень интересным. Итак, то, что было... Значит, это попытки от внедрения в учебный процесс до полного внедрения в ВУЗа. Значит, очень интересным мне показался опыт Санкт-Петербургского торгово-экономического института. Ну, уже перед отъездом я общался с коллегой, который, к сожалению или счастью, кто там не работает, и который занимался этим вопросом, Иван Анатольевич Кагаев и Санкт-Петербургский. Ну и вот по результатам некоторых выводов уже потом были последним общением с ним. Значит, началось все у них в 2003 году в виде... Обратите внимание, ВУЗ совершенно не айтишный, совершенно не айтишный, совершенно экономического такого профиля. Началось это все в 2003 году, ну, как и везде, на базе энтузиастов. Иван Анатольевич Кагаев, в общем-то, начал этот вопрос, и началось все у них с одного учебного класса. На 12 рабочих классов. Поставили они операционную систему семейства Linux, и там в этом классе проводились практические занятия со студентами старших курсов и запускали туда аспиранты. Через три года в этом же ВУЗе из семи-пять классов уже в качестве основной операционной системы имели операционную систему семейства Linux. Была там и другая операционная система, стояла. Другая, знаете, бывали другие операционные системы, вот она вот там и стояла. Ну, на ней не будет никак дальше. Не будем и в рекламу. Но в основном они пользовались в качестве операционной системы Linux. И, в общем-то, какой стимул был у студента в этом? У них был очень жесткий принцип, такой демократичный. Очень жесткий демократический принцип. В интернете из этой операционной системы не будет. То есть, если он хочет работать и параллельно иметь доступ к интернету, то он не должен ту операционную систему выбирать при ее включении компьютера. Значит, работало это пять классов под двумя операционными системами. Потом практически другой операционной системой было выведено из этих классов платное программное обеспечение. И, в общем-то, работали они. Потом, насколько я помню, насколько я знаю и вам приговорили, что в 2007-2009 Альфиновск под их заказ делал специализированный дистрибутив. И этот дистрибутив полностью вытеснил эту операционную систему, вот был у них такой интересный опыт. Дальше. Ну а что интересно, что и там была группа энтезиастов, и они, в общем-то, убедили руководства принять жесткое демократическое административное решение. Томские государственные педагогические университеты, там немножко другой опыт. Там более интересный опыт обучения. Там была какая-то проблема. Они, когда внедряли его, они внедряли параллельно в университете, в своем республике. И параллельно, в том числе, была большая группа учителей, которые обучались. То есть перед этой группой энтезиастов стояла большая задача по обучению как своих сотрудников, так и учителей. Ну, 12-15 человек, это обучить сотни людей не в состоянии. Вот они использовали сетевую модель обучения. То есть они обучали тех, кто будет дальше учить. И вот этот опыт был интересный. Я с Юлей говорил, ну тоже уже вот сейчас, наверное, в апреле. Вот эта вот компания, которую другую операционную систему ставят на компьютер, они по-прежнему занимают очень жесткую позицию. Как только чуть-чуть ослабляем мы, они тут же начинают находить ребят, которым они как-то их заинтересовывают. И которые тут же появляются в вузах и начинают пытаться говорить, как у них тяж. То есть вот эту проблему надо помнить, что даже после внедрения, это и петербуржцы, и домичи мне говорили, что после внедрения не надо успокаиваться на достигнутом. Если в вузе это внедрено, то возникают опять те же самые проблемы, которые и были и до того. То есть не надо почивать на лаврах, надо постоянно обучать людей, постоянно за этим следить, потому что Microsoft ведет очень жесткую кампанию относительно. «Мы вам будем по доллару или по 8 долларов, как они распадывали сказку», а там в мелких шишках когда читать все, что по 8 долларов пишется. Вот. То есть об этом надо помнить. И очень интересный опыт был в Нижегородском радиотехническом колледже. Там вообще несколько молодых преподавателей и инженеров вообще говоря перевели полностью колледж на свободное программное обеспечение. Вообще все. И административную часть даже. И компьютер администрации. Все было переведено. Но там, конечно, работа была проведена, но там тоже. Все началось с демократического решения руководства. Мы переходим на свободное программное обеспечение. Там они провели сумасшедшую работу, конечно, и техническую, и методическую по переходу. То есть там были проблемы с железом, сумасшедшие проблемы с железом, которым они занимались. Ну, сначала ставили на уровне костылей то, что не работало, но когда покупалось новое оборудование, главное решение было следующее. Все железо должно быть совместимо. Вот это было. Ну, и они большую работу проделали по методистическому работу, по переводу воды. Ну, не только работу по выпуску методичек, но вообще по обучению. Там, когда они, по-моему, четыре года назад переславляли это докладом или, по-моему, на всех это произвело очень сильно. Когда какие проблемы они наткнулись тогда? Еще раз, это 2008-2009 год. Может быть, сейчас немножко ситуация изменилась. Если я думаю, что-то делать. Принципиально проблемы, может быть, конкретный суд другой. Остались те же проблемы, о них тоже нам надо помнить. Значит, формат документов, с которым переписываются министерства образования, региональные министерства образования, на тот момент был единый. Вот такой вот офисный пакет. И никаких разговоров нет. Но сейчас еще более интересная, во временах, возникает ситуация, когда присылают в десятые версии. Это вообще, особенно таблички формул очень интересные. Вот. Дальше. К сожалению, онлайн программы, с которыми они формы заполняли, у них был только вот этот вот браузер. И в других были проблемы. Это тоже надо помнить. И ЕГЭ, программа изучения ЕГЭ, на тот момент была ориентирована на полиэтажную платформу. То есть, кроме проблем внедрения, возникнет внешняя проблема. Внешняя проблема общения с госорганами. Я не думаю, что принципиально это будет в разных странах отличаться. Опыт Южного федерального университета, ну, для нас это, для наших близкий опыт, потому что мы почти соседи, для Донецка. Значит, что там? Там не все так хорошо. Там те же проблемы практически, что у нас. Единственное, особенно, что в стандартах не указана конкретная программа общения. То есть, стала часть наших стандартов. Там и не прописано, почему учить не только языки, но и как. А, значит, где это используется там? Ну, сетевая инфраструктура университета, сеть университетская. Ну, это, наверное, в большинстве случаев во всех. Потому что на университетах, где никто ничего не знает, он свободно было. Ребята, которые внедряют и поддерживают сеть, у них система-то действительно чем-то другим. А выбор свободного программного обеспечения зависит от воли преподавателя, к сожалению. И еще одна проблема, о которой меня очень просил мой соавтор сказать, о наличии, если вдруг в Грузии есть деньги. Это большая проблема. Вы понимаете? Ну, проще подписать бумагу. Давайте купим, чем заниматься, без внедрением, которое может и позволить сэкономить. Но он же не свои деньги тратил. Он просто подписал бюджетные деньги. Давайте это купим. И вот Виталий меня очень просил, чтобы мы обратили внимание и на эту проблему, которая есть. что вот оказывается, что наличие денег – это не есть хорошо. Вот о таких вот примерах и я хотел бы обратить ваше внимание. Все это есть в тезисах докладов. Они у меня, эти ссылки есть уже в опубликованном здесь. Так, и какой бы глобальный опыт хотелось бы об обществе? Ну, первое, так как, если мы серьезно говорим о внедрении свободного программного обеспечения, то первое, что, конечно, должна быть быть энтезиация. Без этого ничего не будет. И она должна объяснить руководству университета, какие проблемы у них возникнут, если найдут такое количество маркетингов на компьютерах. Если туда себе объяснить, то вот опыт тех университетов, о которых я говорил, с теми коллегами, с которыми я общался, то все равно должно быть административное решение. Как мы от этого не хотим, если этого не будет, никакого перехода не будет. Потому что даже вот мой опыт общения с коллегами у нас в университете, они говорят, ну, все-то хорошо говорите. Ну, а зачем? Если будет решение, мы перейдем на облом офисе. А так, и в этом же удобнее. То есть, ну, как бы это уже не... Ну, и надо быть готовым к большой работе, которая не будет оплачиваться никогда никем. Это работа по переводу большого количества компьютеров. Это очень большая работа. Вы понимаете, когда это переводится у вас в компьютерном классе, 10-12 компьютеров, которым вы занимаетесь, это небольшая проблема. Вы берете двух-трех студентов, да, садитесь с ними в субботу-воскресенье, утром все приходят, все в счастье. Все настроено, все работает, интернет сейчас у всех высох. А когда это может об университетах, народ говорит, который реально это внедрял, что это сумасшедшая работа. Потом проблема перевода учебного процесса. Это не такая простая проблема, когда мы говорим не даже об IT-дисциплинах. А уж об дисциплинах специального вопроса, это вообще, говоря, большая проблема. Потому что вот я знаю одно направление в нашем университете, где у студентов принимают расчетки и пакеты, и все решения только в одном пакете. Нельзя ничего другого привезти. То есть, если ты приносишь с ним в сейлай, в боктейли или в чем-то подобном, то ты должен быть готов, что ты получил большие проблемы себе. То есть, студент может это сделать, но он получит большие приключения себе. То есть, вот это серьезная проблема, но с другой стороны, в общеобразовательной кафедре, как-то странно, в одном области общения. У нас, когда мы пытались это делать чуть-чуть, и обучающих преподавателей свободный полк говорит о том, что общеобразовательные кафедры, технические кафедры, это не самые закостынялые люди, которые сложнее говорить с техниками, как-то странно. У меня что-то такое впечатление создаётся. То есть, вот тут проблема перевода, настройка оборудования, обучения, какой-то методический. Ну и самая большая проблема, что это и у нас, и у нас, и у нас, что это проблема преподавателя, который проработал 40 лет, последние 20 лет он работал в ЮАР-дирекции, больше ничего он не знает. Это проблема. И студенты, которые приводят в качачевую сети, это у них будут большие проблемы, если нет. А эти проблемы создадут проблемы всем, потому что у нас, к сожалению, это должен быть определенный процент. Может где-то из-за, за это бьют силы. То есть, вот это вот есть проблема. И, ну и не забывайте, пожалуйста, в опыте Томского бед-университета, что, когда появляются сети, деньги, может быть, будут пытаться возвратить. Об этом. Я перебираю пример. Так, где это можно посмотреть? То, что есть в России. Значит, в 2009 году в Елецком университете проходил семинар. Вот это ссылка, где всё это лежит в материале. Сегинара там достаточно много. Вот это ссылка на сайте Росфо, где лежат опыт внедрения в различных университетах рассылки. В моих тезисах эти ссылки есть. Так. Ну, вышло, после вот этих всех, вышло распоряжение правительства Российской Федерации. Ну, если времени у меня нет, тогда это быстро. Быстро. В свободное программное обеспечение очень интенсивно используется и в научных исследованиях. На суперкомпьютерах МГУ Ломоносов и Чемышев параллельно с Сингловскими компиляторами используются свободные компиляторы ЖЦЦ. Так. Что есть кроме университетов? Значит, появилось несколько больших проектов, уже многие годы, в которых разрабатываются российские дистрибутивы. После этого, из того, что бы хотелось отметить, последний проект РОСА, разработка российского дистрибутива. К сожалению, был очень интересный проект ASP Linux на сегодняшний день. Он закрыт. Интересный дистрибутив калькуляет Linux на базе Генту. Ну, уже графический. Большая работа, которая проводится на Linux не только по разработке дистрибутива, но и по внедрению и по изданию книг. Более подробно у меня в ТЕЗИС, если подгодяете. Значит, это группа эндезиастов из Томска занимается русификацией. Ой, всё-таки я её забыл исправить ошибку. Детский дистрибутив. Тогда быстренько. А всё? А чё я хотел дальше? А, вот. Нет, я хотел дальше. А сейчас всё, да. Вот что хотелось. Из этого, конечно, можно делать многие выводы для нас. Но из времени нету. Нас пробовали над часом. Я пропоную в субботу в обговорении до того, чтобы вернуться. Когда субботу? Я тогда больше не могу. Наше Минстерское лицарство активно витерестовывает артовый зал для Бартиох и Инджиевских потреб. Поэтому я сегодня запрошую до слова Диму Костюка из Белоруссии. Это должен быть доклад на росте мотивации. Применение законного программа об изучении действительного называния Республики Беларусь. Как это можно? Там схема в Пушкаре? Не, не, не. Ну, вы знаете, все по судьбе с Польшей, с Украиной. На следующем слайде, или меня будет есть? Замечательно. На следующем слайде, собственно говоря, мы видим блок, с чего хотелось бы начать, а не замысленную Так, квалификация проделась? Мне ее дипломник? Я ее дипломник. И вообще, огромное программное обеспечение на кузе как с тех пор не установило, свободное программное обеспечение, которое используется в кузе, то эту квалификацию можно поделить на три большие категории. Во-первых, это так называемые средства обеспечения человеком процесса. Ну, или вы можете сказать, да, из основного процесса. В основном это системная программа.